В дружной детсадовской семье такие большие и ожидаемые праздники, как Пасха, отмечают вместе. Накануне Светлого Христового Воскресения в одном из холов воспитатели разместили фотокопии картин известных художников на тему празднования Пасхи. А затем возникла идея устроить выставку декоративно-прикладного творчества, и они предложили детям и их родителям принять активное участие. Пасха – это праздник, который объединяет семью, приносит добро и мир в каждый дом. Наши дети должны знать историю своей страны, традиции наших предков. А как можно рассказать детям о Пасхе? Можно прочитать рассказ, можно выучить стихотворение, можно рассмотреть картины художников. А мы предложили детям и родителям участие в выставке. Требование одно – работы должны отвечать заданной теме – теме красивого и радостного праздника Пасхи. Большинство ребят, их пап и мам с энтузиазмом взялись за работу, предвкушая ее результат. Мы очень долго ждали Пасху, это такой святой день, такой Пасха, поэтому вербные тоже самые, как бы, ну, приятно было делать, от души делали. Сначала сделали корзинку из бумаги, фамирам и фетр. А потом я так подумала, что каждая Пасха начинается с вербного воскресенья. И решили добавить вербу. Вот там внутри закручена конфетка в гофрированную бумажку. То есть это сюрпризы была? Да, она еще и сладкая верба у нас получилась. Мы с мамой делали. По словам родителей, трудиться над своими экспонатами им пришлось недолго, ведь накануне Пасхи все были одухотворены предстоящим праздником. Как-то очень легко она мне далась, эта работа. Просто на одном дыхании сделали, и, ну, просто с теплотой сердца. Сначала крышок мешковины клеили. А потом сделали заборчик из настоящих веточек. А потом мама курицу сошила. А цветочки я сама клеила. И еще яичко положила. Мы как бы постоянно под какие-то праздники придумываем поделки интересные. Вот на Новый год, на Пасху. Вот сделали тоже с детьми. Детям очень понравилось. Как бы обмазывались клеем. И клеили бисеринки такие. Общее занятие с ребенком как-то объединяет. Мне чувствуется, что семья настоящая. В изготовлении пасхальных подделок есть что-то волшебное, объединяющее всю семью. Как известно, совместный труд укрепляет взаимоотношения и способствует взаимопониманию. Родители и дети проявили необыкновенную фантазию, удивили своим мастерством. А поскольку выставка проходит в формате творческого конкурса, то будут определены и победители. Хотя, глядя на эти работы, выбрать победителя задача не из легких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова